Привет! Рядом со мной сейчас находится ПК-шка от Impression Coolplay A2118. Она мне поможет ответить на главный вопрос этого видео. Существует ли ПК-гейминг до 20 тысяч условных украинских единиц? Вменяемый ПК-гейминг, спешу заметить. Обычно все стращают, что для того, чтобы собрать нормальную тачку для гейминга, нужно как минимум полтора килобакса, вот чтобы там все-все было и работало. А я говорю, нет. Это решение стоит 19 тысяч, по крайней мере, на момент съемки этого видео. И его хватает на все. Но обо всем по порядку. Корпус. GameMax H603. Сравнительно компактный и довольно симпатичный. В него заходит мини и микро ATX. Спокойный черный цвет, разбавляемый аж целым окнищем и тремя сетками. Спереди, сверху и снизу. Очень органично на ребро фронтальной панели вписаны два USB-порта. 2.0 и 3.0, а также разъемы для микрофона и наушников и кнопка питания. И сразу говорю о двух смутивших меня нюансах. Первое. Ресет. Где? Где? Нету. Если что, придется по старинке. В три пальца. Я его перезагрузил. Второе. Порты-то вписаны изящно, но вот если ими пользоваться, то... Ну, судите сами. Однако в остальном здесь все светло и солнечно. Чтобы не забывать о том, что у нас не просто EVM, а таки геймерские ПК, есть даже синяя подсветка сзади в 120-миллиметровом кулере. Бонусно, есть синий элемент подсветки фронтально. Не совсем, признаться честно, я понял вот эти огромные ножки. И в плане высоты, и в плане ширины. Но это уже субъективщина, так что и ладно. БПшка. 550 ватт, ее хватит с запасом, то бишь она фьючер-пруф. Есть пространство для апгрейда. При выборе чипсета Impression остановились на Asus Prime A320MK. Чипсет начального уровня, без особых изысков, но вполне достойный и даже с подсветочкой. Не забываем, ПК у нас геймерский. Сокет AMD AM4 заточен под православные райзены и атлоны седьмого поколения. Proz Ryzen 5 2400G. Этот убийца интелов дает годную производительность за доступный ценник. Кулером решили ограничиться боксовым. Сразу скажу тем, у кого ручонки уже зачесались в предвкушении разгона, не выйдет. Все это заблокировано вот для таких энтузиастов, специально на уровне чипсета. Но вернемся к материнке. Два PS2, четыре USB 3.1, два USB 2.0, VGA-шка, HDMI. Из слотов PCI-Express и две PCI-ки. Видеокарту выбрали по понятным причинам от MSI. Radeon RX 560, Aero ITX OC на 4 гига. Под память предусмотрено два слота DDR4, занят из которых один. Планкой на 8 гигов от GoodRam серии Iridium. Кстати, доступна работа в двухканальном режиме. Максимально поддерживаемый объем 32 гига. Винт обычный, не SSD-шка, зато на целый терабайт. Тошибовский. Однако все это буквы и цифры, а как же все это работает? Танки. На ультрах FPS не опускался ниже 45. В основном держался в районе 48, играть комфортно, все огонь. Watch Dogs. Все выкручено на максимум, кроме сглаживания. FPS колеблется от 40 до 50 с редкими просадками до 35, когда едешь на большой скорости по прямой, но не ниже, все солнечно. Какие-то ультра-требовательные свежие тайтлы вряд ли будут вести себя так же, и настройки придется подснизить, но результат все равно хороший. Прям неожиданно хороший. Бенчмаркам я не доверяю, поэтому делать их смысла не особо вижу. Итак, существует ли вменяемый гейминг на ПК до 20 тысяч? Ты тысяч, ты тысяч, ты тысяч. Да. И вот яркое тому доказательство. Этот комп, благодаря правильному выбору материнки и блока питания, оставляет пространство для апгрейда, у него толковая видяха и отменный просп. А еще подсветочка. А еще нельзя не отметить очень аккуратную сборку. Проводочек к проводочку, стяжечки, ничего нигде не свисает. Вот прям булочка. И на этом светлом моменте будем закругляться. Лайк поставить, на канал подписаться. Пожалуйста. До новых. За него нужно купить два свифта и играть в сапера на ультрах. Понимаете, бомбермена поставить, эмулятора. Про Дэнди. Вот у моей бывшей, вот там ножки. Существует ли вменяемый ПК гейминг до 200 тысяч условных украинских единиц? Ты тысяч, тыщ, 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 тыщ.